За питание практически никто не следил никогда, никакой диеты не соблюдал. Ну и, какими-то сезоносами, в этих периодах я не должен никогда раньше заниматься. То есть в этом смысле этот пример. Долгожители – это достаточно какой-то левый пример, потому что, судя по всему, они такие долгожители не благодаря своему опыту, а вопреки своему опыту жизни, что намекает на их уникальную генетику. Чудесную, замечательную. Которую, собственно, показывают дальние перспективы. Значит, что касается всего остального, для большей части людей, не имеющих такой чудесной генетики, все значительно прочее. Знаете, есть такая история про самолеты английские, которые летали в Англии к Германию. И, естественно, что немцы отстреливались из Синита, и спустя какое-то время немало британских летчиков, где-то там на ломаншках, значит, самолеты поломались, рухнули. И, ну, не знаю, проявляется ли это официальная информация, либо это проявление, что обратите к сушенеру, сказали, ребят, надо усилить самолеты, броню усилить, потому что сбивают. Да? Они сказали, окей, нет проблем. Нам нужно несколько простых самолетов, которые долетели обратно. Вот. И там какие-то привезли. Они там были все этими пулями, прокидывали в разных местах. В общем, доставлялись на сплошной рейтинг. И военные говорили, ну, вот смотрите, короче, нам нужны вот эти вот места, да, нам нужно в этих местах броню поставить. Ну, что вы там, короче, это чаще всего туда попадают немцы. Ну, ученые сели, посвящались, посвящались, и военные говорят, слушайте, короче, вы тут подумали, вам броню надо ставить в другие места. Они говорили, ну, как другие? У нас тут, смотрите, 100 самолетов, везде вот левое крыло, да, фюзеляж ближе к хвосту, вот того броню надо ставить, потому что туда чаще всего попадают. Это же логично. Я говорю, это логично, но клубы. Я говорю, почему клубы? Я говорю, это потому что те, кому попадают другие или обратно. И поэтому получается, что бронировать надо те места, куда они попадали в белки. И, действительно, они забронировали те места, куда они попадали в белки. И, спустя, я бронирую, и, значит, количество слитых самолетов увеличит уменьшенность там на только в процентах. Идея докова, что, действительно, ориентироваться на образ жизни людей, как делают сейчас во многих популярных направлениях в геронтологии, ориентироваться на образ жизни гигиенических цифреляров, которые должны достать 20 лет. Почему? Потому что это люди с уникальной геронтологией. Ориентироваться надо на других людей, которые не дожили до 20 лет. Ну вот, которые даже до 90 лет не натянули. И если на это ориентироваться, сразу возникает простое понимание. А чего люди выбирают в современном обществе чаще всего? Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте. С ними конкурируют знакачный долл оборудование на втором месте. И бронхолёгочные заболевания на третьем. Вот это вот как бы трое, там, в текущий момент, самых-самых-самых. И где-то там в хвосте плетутся заболевания там желудочно-кишечного тракта и еще что-то, еще что-то. Да? Все будет на четке. То есть, если брать основные причины, сердечно-сосудисты и на самом деле. Да? Правда? Алкоголь вообще практически причиной смерти уже давно не является. Более того, за последние шесть лет даже в России употребление там снизилось процентов на треть. Очень мало. Да. Реально, поверь мне, что если бы возьмете откроете статистику смертности, вы увидите, что смертки там от дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, это просто капля в море. То есть, если брать людей, которые умерли там от инфаркта, от инсульта, то все там, я не знаю, душевые травмы, пьяные грабацкие драки и другие способы поведения на судах. Вот. Они просто вообще нектатируются. То есть, это такая мелочевка. И с характером, в основном, от них погибают люди не в пожилом. Да? Это вот все пищесосудистые, да? Да. Знаете, я вам честно скажу, что это не подтверждается. Что на фоне алкоголя у человека может быть инсультом чаще. Огромное количество людей, если вы возьмете, например, людей и жена, с сахарным диабетом, с атеросклерозом и так далее, они по 20 лет сидят, не употребляют алкоголь вообще. И это не мешает им получше употреблять этот партнер. Вот. То есть, это зависимости, на самом деле, вообще практически нет. То есть, я в этом смысле не стану не алкоголем. То есть, я считаю, что это вообще достаточно глупая история. У меня нет как бы радости какой-то или желания употреблять. и людей уже много. Вообще, ну, лет примерно 25. Вот. Поэтому, у меня нет желания благораживать. Потому что тот, кто в смерти большинства людей виноват, это не алкоголь. Да? Курение, как фактор. То есть, да, это очень сильный фактор. Но опять же, если что, если это лечь, соответственно, это забрёт. Да? Поэтому мы всё-таки говорим о нём. Значит, если мы с вами посмотрим, а что же является некой результирующей вот такой результирующей концепцией, которая объясняет возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение анкологических заболеваний и прочего-прочего, то на текущий момент концепция, она известна уже порядка, официально, порядка 36 лет. С 81 года она известна. Это концепция гиперэкспринемии. Вот. И её в 81 году официально сказали, что да, это одна из главных причин метаболического синдрома. А метаболический синдром заболеваний, которое по статистике сейчас страдает в 40% населения официализованной, ну, фактически, как и второй. И точно известно, что гиперэкспринемия является причиной развития сахарного приема гиперэкспринемии, второго типа, артериальной гипертензии, которая, собственно, является одним из основных гладящих смертностей пожилого возраста, атеросклероза, сосудов, в том числе, коронарда, сосудов головного мозга и так далее. И гиперэкспринемия является одним из четких, совершенно предвиденных гиперэкспринемий. То есть, если не повезло, у тебя есть какие-то гены, какие-то осторожные, то есть, у тебя вероятность выше, то у людей, у которых есть гиперэкспринемия, у них вероятность того, что этот ген у гиперэкспринемии на порядок выше, чем у людей, у которых инсулина нормальная количество. Это, ну, на этих условиях, не подлежит каким-то сомнениям, это общеизвестный, ну, вот так вот, в научных среде оплата. Значит, соответственно, встает вопрос, что с этим делать? На текущий момент одна из таких глобальных концепций, объясняющих, почему современный человек, как мы восприняли, является доминирующим таким фактором поражения, она говорит о том, что современный человек, который имеет 50 лет, живет условием, максимально отличающимся от биологических условий обитания своих предков. То есть, биологические, человеческий организм предназначен для того, чтобы все время двигаться. То есть, не прекращать. Потому что, представьте себе, что вот взяли вас, да, конкретно, без всего высадили, ну, до какого-то из этих прекрасных островов. Вот там вот, на дальнем плане, вот такие с зелеными листочками, там живут какие-то хищники, да, там нет газинов, и, собственно, вас взяли на высоту. Значит, вопрос, когда вы там отдохнете? Правильный ответ, только после смерти. Почему? Потому что все оставшееся время вы будете заняты, другое обещание, либо искать, что поесть, либо прятаться от тех, кто хочет поесть. Все. Ну, такова геологическая природа. Человек сам по себе, если не брать коллективы, орудия, которые он может изобрести, да, он, как все, достаточно беззащитный парень. Он от всех прячется и все это ищет, что бы поесть. Вот. Потому что, ничего попало, он не может, он, например, траву есть, да, у него кишечник слишком короток для этого, не может себе позволить такой роскоши. Вот. Соответственно, это просто. Да, и второе, это то, что у человека слишком много еды. То есть, первое, слишком много еды, со вторым, слишком много еды. Что такое слишком много еды? Это не только количество, да. Еда, она стала сильно другая. Человечество в последние 100 лет, ну, вообще, на самом деле, на протяжении всей истории этим занимается, оно пытается сделать максимально ротную еду. То есть, ничего лишнего не было. Да. Поэтому, как кишечник придумал, сахар, да, сахар это что? Это самая высококонцентрительная формула привода. То есть, вот, плотнее не придумаешь. Да. Кишечник придумал масло, да, то есть, молока было мало, сметаны было мало, да, взяли еще и дополнительный, из этого сделали масло. Сливочный показался недостаточно жирным, поэтому решили сделать подсолнечный. Да. выжили на 1 литр, 998 граммов жира, да, ну, идеальный вариант. Поэтому, по большому счету, у человека, даже есть вот, а у него же потребности еще остались, как вот, с тех самых времен, чем-то желудок напить, когда не было конфет, вот, когда не было масла, когда не было вгущенки, и всего прочего. Ну, осталась потребность, желудок чем-то на лучшем, который растянулся как следует, и наступило чувство механической сытности. А набивать уже, вот, таким вот, чем-то грубым, ну, да, статистика, опять же, современный человек потребляет, там, овощей, ну, минимум, пять раз меньше, чем он, даже сейчас по современным расчетам, это должен делать. Если мы возьмем, по сравнению с какими-то, там, предками нашими, не знаю, 200 лет назад, вот, мы с вами поймем, что мы потребляем, просто как ничтожное количество этих овощей. Ну, то есть, мы их вообще не имеем. Вот. Отсюда, собственно, выводы, да, простая, замысловательность и земноморская диета, когда, по сравнению со среднестатистическими европейской операционным ростом в два раза увеличивают количество овощей, да, она снижает риск развития сердечно-сосудистов. Выравниваем процентов на 30, вот, и в два раза снижает вероятность повторного инфаркта. Даже у диета, у которых уже все плохо со студиями, на эту употребляться, как бы ситуацию немножко отыграет. И это, ну, совершенно какое-то мелкое изменение. То есть, это не глобально, надо перестроить свой рацион, стать на еда или параноедом. Да, то есть, это достаточно простые вещи, да, то есть, взял, поменял макароны в салат и все. Вот. Соответственно, с точки зрения питания все достаточно плохо. для 70-летнего человека уменьшение количества плеводов в рацион, на самом деле, сейчас по факту уже говорят о том, что не обязательно даже плеводов простых, сейчас уже говорят, что в принципе плеводов меньше. Да, то есть, лозун простой, меньше болота. Меньше болота, дольше поживешь. Это факт. Но остается еще вторая сторона это физические нагрузки. Традиционно, так считалось, в протяжении последних лет примерно 20-ти, даже может быть 30-ти, что человеку для сохранения нормального уровня здоровья нужно определенное количество физических нагрузок. Ну, которые он не получает из физического труда, всего того, что физического труда почти не осталось. Вот. Ну, только где-то примерно в тех же местах, и рис выращивают для реализованного мира. Значит, они так мстят, они выращивают рис, очищают его от шморки, чтобы он имел максимально высокий экологический индекс и отсылают его с проклятиями на большую землю, например, в Европу, и пусть они все сдохнут и тогда вызываем ее в мир. Это часть такого большого плана. Это шутка. Это шутка. Что касается физических нагрузок, был подсчитан 30 лет назад еще что человеку предполагал, что человеку для поддержания нормального уровня здоровья нужно примерно 150 минут в неделю аэробный нагрузок средней интенсивности. Средняя интенсивность это бег. Ну такой оздоровительный бег. Вы бегают, в парк бегают. Да, это 150 минут в неделю. Вечно вы сами за выходные лиги не только получаете фокусы каждый день, надо понять. Вот. И вроде там все ноль. Либо 75 минут нагрузок высокой интенсивности. Ну высокой интенсивности, честно скажу, 75 минут пробежать сдох не может. Да, потому что 75 минут ну реально при нагрузке высокая интенсивность максимум человек может подряд пробежать 4 минуты. Вот это вот через 4 минут язык по плечу. Да, то есть реально уже ноги не двигаются и вы начинаете хромать. Да. Вот. 75 минут в неделю это способ сэкономить время. Да, то есть мы так прикинем с вами 75 минут в неделю разделить, наверное, получится 15 минут надо так надругаться над собой. вот. Ну то есть где-то поскольку 4 минут не получится мы сами понимаем, что 4 подхода по 4 минуты вот. В промежутках нужно будет как отдохнуть минимум 5 минут вот. И в резюме это полноценное что оно получится. То есть это в лучшем случае. Вот. Плюс к этому требуется человеку по-современному еще 2 силовых тренировок в неделю продолжить примерно по часу. То есть чтобы он мог не сдавать с возрастом не увеличивать объем жировой ткани сохранять достаточный объем вышечной крепкости костей. Вот. Все было замечательно. Никто это не соблюдал естественно практически на 30 лет. Вот. Но все говорили о том, что ну теоретически это все-таки возможно. То есть если в какой-то момент мы возьмем и залом мы знаем, что делать. Вот. вот так был 30 лет. Значит в прошлом году мы и ученые я тоже не помню откуда вот они взяли обобщили сделали большой анализ обобщили исследование за последний 30 лет по заболеваемости и физиотикам на грузу. Видишь, они пришли к грузу, что для современного человека сейчас вот эти вот 150 минут в неделю это примерно в 6-7 раз заниженную нормативу. То есть исследователи показывают, что реально человеку нужно вот раньше вот эти вот 150 минут в неделю да, это было ну 600 метаболических единиц. есть такая единица измерения в физиологии метаболических единиц. Вот ну и считал, что 600 метаболических единиц это нормальное. Соответственно 2 процентов 4 метаболических единиц. Сейчас говорят о том, что во всем выплатам это позволяет на текущий момент человеку болеть равно не столько же, сколько вся остальная популяция. Для того, чтобы он реально снизил заболеваемость инфарктом, атеросклерозом, диабетом и так далее ему иногда где-то 3600 430 вот этих метаболических единиц в неделю. Да, то есть это получается в 6-7 раз больше, чем в полотенце. То есть если мы даем про объект РУФВ, то мы берем умножаем на 6, да, то есть было полуста, 3 часа объект РУФВ. Вот. Либо ну это во всем же звучит тащилственно, да, там 15 на 6 ну полтора 2 часа да, бегая язык на плечо. Ну то есть мы с вами понимаем, что это вообще не реалистичный страх. Ну то есть вот чисто физически. Я посчитал как-то вот эта цифра тоже похожа на правду. Почему? Потому что если реально пересчитать, это вот человек в утро встал и до вечера он просто ходит. То есть если он совсем про интенсивную нагрузку, когда он просто ходит пешком, да, то получается да, практически вот точь-в-точь, потому что когда он ходит пешком там в районе двух двух метаболических единиц, то есть если взять 4 300 то есть получается каждый день там 600 этих метаболических единиц можно разделить, посчитать и там получается 300 минут. То есть ну так в общем ходьба в районе это 5 часов непрерывной. В принципе эссеторы показывают, что это реально работает. То есть это существо снижает все риски в большей части заболеваний, причем как минимум от двух пор мрака которые сам талии, да, то есть рак молочной железы и рак кишечника, да. То есть они тоже есть прям пропорционально на первом киеве. Вот. Возникает некий парадокс, то есть нереально современному человеку только заниматься. Ну, вы можете 5 часов день ходить? Ну, не в связи физически, я думаю, что вполне можете ходить 5 часов. Вот. Я имею в виду, что у вас есть время 5 часов, чтобы каждый день ходить? Малое правило. Да? То есть нужно парьеру просто строиться, и все. Тогда жизнь продолжается. Но вы будете самым не скопачиваемым парьером, потому что вы с данной ситуацией. И в данной ситуации на первый взгляд выхода не имеется. Вот. Если вспомнить проемы. Вот если вспомнить проемы, то тут же возникают всякие исторические фараели и научные исследования. 80 седьмого седьмого года было одно из первых расследований по тому, как влияет выполнение асминологии на сахарный диабет. Второго типа. Значит, и столкнулись на учебе с традоксальным эффектом. Человек стоит одну минуту на бассах, да, делает 8 асов, у него фиксируют уровень глюкозы, и выясняют, что уровень глюкозы у него еще сильно упал. Но если мы с вами вы же все стояли в асахах, вы понимаете, что 8 минут самые асаны какие-то, какая-нибудь тханува асана, ну и прочее. Но это не какие-то сверхсложные асаны хаманские, они стоят на пакет. Тем не менее, они значительно снижают александр. Когда берут какие-то нагрузки, так скажем, физкультурные и прочее, то же самое время смотрят нифига не сказали. То есть все остается как было, вообще ничего не меняет. Чтобы они вызвали какой-то резерв, надо реально хотя бы минут 40-50. Вот. Соответственно, что вы задумывались над чем, ну почему такая история? То есть почему вот эти странные позы, они как-то так влияют, а ходьба, например, не влияет? Вот. Собственно, ответ лежал на поверхности. Механизм работы. То есть в йоге работа остатает работа статической. То есть мы взяли, вставили в какую-то асану, часть асаны это асанное растяжение мышцы, но приличная часть асаны это асаны, которые связаны с напряжением мышцы. И мышцы на протяжении мышцы находятся в сокращенном состоянии. и вот опять же в 80-е годы выяснилось, что энергетические расходы мышцы, которые находятся непрерывно в состоянии сокращения, мышцы, которые сокращаются, расслабляются, они отличаются примерно раз в 17-20. Вот. Причем в сторону большего расхода статика. Вот. И более того, существенно это влияет на то, что именно организм расхода. Потому что если мы с вами возьмем большинство людей, страдающих, например, от сахарного диабета, которые являются уже одной из крайних форм применения вот этой инсулинорезистентности, да, мы увидим, что им очень часто говорят, ну вот вам физическая нагрузка нужна как-то ходить в пешочке, да, там доработать, с работы, да, а получается ходить, и это вполне себе нормально. Значит, если вы спросите большинство этих людей, вот как бы, что-то случилось, когда они начнут сахарные, они во всем посмотрели ни-ти-да. Они начали ходить, они ходят-ходят, ходят-ходят, а сахар как был высокий, так осталось, ничего не было. Почему? Потому что при таких низких нагрузках организм человека очень экономично расходует для обеспечения движения расходует живые. То есть для него живые являются более предпочтительным видом топлива в ситуации, когда нагрузка не высота. Соответственно, уровень жиров снижается очень незначим. Это ходить. Да? Реально, человек гуляющий полчаса, если брать, сколько жиров он на это потратит. Да? Ну, в среднем, час ходьбы, человек потратит где-то от двадцати, до, примерно, сорока граммов жира. 20-40 граммов жира. Да? ну, представимся тем, что вы выпили дотылку кефира. Дотылку кефира, а именно это. Сколько жира вы получили? Ну, или молока. Юги любят молоко. 25, если два с половиной, а если стандартно, 32 грамма. То есть, фактически, мы выпили бутылку молока, и это уже покрыло все расходы за это время. Как бы ни о чем. А это мы не берем какие-то насыщенные продукты. Молоко, вот если вы хотите, это самое безобидное, это похоронено на литр. Если мы с вами возьмем, то там вроде кефира. Там 20 граммов являет стандартный продукт, а 20 граммов масла. На завтра, наконец, лагер отдавали, 20 граммов масла. По кубику, вот эти, все. То есть, это частая. То есть, понятно, что на этом фоне рождающий человек какой-то сахар снизится. Вообще смысл никакого. Никогда не снизится. Вот. И здесь, как бы, возникает парадокс. С одной стороны, очевидная физиология, что человек, чтобы снизить ингредиция, нужна какая-то достаточно адская физическая нагрузка. То есть, это 4 минуты ездить на плечо. А с другой стороны, очевидно, что если мы с ним с вами большинство людей, даже не будем брать старых, большинство людей с летнего возраста, имеющих некоторые проблемы с здоровьем, то большинство людей не потягивают. Да? И велика вероятность, что мы с вами получим увеличение продолжительности жизни. За счет чего? 3-4 поколения смеются, все слабые говорят. Вот. И останутся только генетические мутанты. Люди, кстати. Вот. То есть, подобный вид нагрузок для людей пожилых, для людей боевых, в принципе, не очень хороший. Соответственно, остается что? Остается изменить решим выполнение. Значит, еще в 80-е, опять же, года было установлено, что нагрузка в статическом режиме, когда нарушена нормальная кровотока, мышца она приводна к значительно большим траграммам и к значительно лучшему гормональному опыту. То есть, выброс гормонов, в том числе тех гормонов, которые ассоциированы с предотвращением или замедлением темпов старения, он при статической нагрузке увеличивается. Вот. Соответственно, в этом смысле генеты являются, если не по нацели, то очень близко к этому. С точки зрения профилактики процесса старения вообще. Я могу вам сейчас рассказать по отдельности про каждый механизм, возрастное снижение соматотворного гормона, возрастное снижение минеральной плотности после снижения и все остальное. Я сейчас пропущу, потому что, в общем-то, в конечном итоге все упрьется в том, что, если вы делаете ассану на предипломном режиме, мы можем всего этого избежать. Это не значит, что мы будем жить лично. Это значит, что мы уйдем там свои 90, 100, 110, кому-то может быть 120, повезет, да? Мы просто упрьем достаточно легкими старичками. Вот. И достаточно голыми старушками. Вот. Если кто-то против, можно сразу идти из зала. Потому что больше я в этом жить ничего не могу. Вот. То есть, если вы считаете, что, не-не-не, лучше уж никак, чем так, то есть, старушка, я не хочу быть старушкой, вечно молодой, Вот. Но это не ко мне. Вот. Я сторонник того, что надо ставить реалистичные цели и достигать вопросов, пожеланий, предложения, письма, родственников, завещаний. Нет? Хорошо. Значит, как технически это можно реализовать? Смотрите. Мы с вами говорили про то, что человеку необходимо для поддержания определенного уровня здоровья, ему необходимы силовые нагрузки, ему необходимы нагрузки ровного характера. с возрастом еще снижается с горконов. Поэтому некоторые из них тоже парят. Какие? В основном это самантерапия здорового роста. Это один из тех горконов, который по достижению 25-ти лет уходит вниз и дальше примерно 4% каждой кистры жизни уменьшается, уменьшается, уменьшается. Сомантерапия гормон капризный. Он категорически не любит когда человек сытый. Он любит когда человек все время холодный может знаете все время ищет вот он не любит когда человек имеет избыточную жировую массу. Он не любит когда человек все время тратный. Он очень много в общем как капризули мне показал если честно. Но он нужен. Почему? Потому что он усиливает динтез белка. А мы с вами знаем что белок это основа то есть любая клетка из этого еще не может ты можешь жить без долга. Потому что белок то что хранит на форматах белок это то что представляет клетку работы. Поэтому он необходим. Значит необходимо уровень гормонов не поднять необходимо изменить чувствительность ткани глюкоза глюкоза это самый важный один из самых значенных факторов которые на текущее время рассматриваются которые действительно влияют на положительные жизни это снижение уровня глюкозы в крови через увеличение количества рецепторов инсулин. То есть у нас с вами есть глюкоза которая поступает из пищи для того чтобы она попала внутрь клетки нужен гормонов он называется инсулин. он выделяется полуночной железой у очень маленькой части людей есть с этой проблемы сахарный диабет 1 кимпан в которых этот гормон не выделяется их лечат соответственно инъекцией инсулин. Но у большей части людей проблема другого вклада у них этого гормона раз примерно 10 больше чем у нормального здорового человека почему? Потому что у человека все время ситуация профицитная глюкоза то есть он с пищей глюкоза получает много а физически потратить их не может почему? потому что для того чтобы физически потратить глюкозу необходимо врубить режим форсажа то есть мышцы должны работать интенсивно то есть ну вот для простоты картины я вам напишу простую схему простое выражение оно не совсем корректно с точки зрения физиологии но зато понятно значит когда человек ну вот мы с вами встанем и вечерухом не спеша пойдем на троп в такой расслабленной походочке со скоростью 3,5 км и на пульс который в покое проемь сидит и ударов он будет вот на этом фоне наш организм единственное что использует в качестве в качестве они используют жир очень-очень мало жира если мы с вами немножечко подорожим вот эти метро закрываются чуть-чуть подорожим все еще пешком мы с вами пойдем с 5,5 км в час и это будет примерно пульс 120 и это все еще мы будем идти на жир т.е. мы с такой скоростью можем пройти часа 4 и вообще не задыхаться т.е. ваше время скорее скучно если кто-то ходил в палку по ровне местности т.е. когда ты идешь 3-4 часа тебе скорее скучно чем ты устал но если у тебя нет загадок там уже другая история т.е. если мы с вами переходим на миг наш пульсовыш поднимается выше т.е. где-то где-то я проходит 120-150 у некоторых предельных до 160 и вот на этом уровне человек может пробежать где-то часа два после чего он скорость резко начнет падать либо если не снизит скорость то он сам начнет падать потому что у него возникнет дефицит глюкозы вот от 30 до 50 ударов организм начинает достаточно хорошо распродывать глюкозу но еще не мощно т.е. просто он начинает ее распродывать почему он ее распродывает очень эффективно окисляется помощью кислорода образуется многое вот этого хватит пока в мышцах есть глюкоза т.е. примерно на 1-2 часа соответственно мы понимаем что для того чтобы мышцы не зарплодовали глюкозу мы с вами должны 2 часа пахать на пульсе 150 у кого-нибудь такое бывает? нет бывает? что ты делаешь? бывает а баспокалист нормально вот если так каждый день тогда все нормально никакой целиной ассистентности не будет но тогда я боюсь что где-то гоников через хочется верить что цать вот по факту скорее не сять вот будут просто питанули суставы вот ну там искусственные диски и прочая вот эта фигня да ну почему потому что механические нагрузки большие да то есть организм они тоже реально не металлический по стене и местные вот а соответственно все это держит определенный уровень механических нагрузок после чего начинает разрушаться у большинства спортсменов это известно да то есть они в принципе все достаточно там линии стройные и хорошие хорошие линии некоторые говорят у меня просто вот 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 да ну у меня есть то есть вы все и все и и не знаю что значит интермаляция нет с проблемами много и могут быть проблемы А Джей не занимался как-то баскетболом? Проблема. А? Проблема. Проблема связана с баскетболом. Баскетбол, да. Ну вообще она связана с тем, что баскетболисты негачают их. Да. Всё. Ну это правда так. Ну по крайней мере, не настолько, чтобы это мешало их календарь. Но это не верно в нашем пределе. Вот. Значит, соответственно, мы с вами понимаем, что большая часть людей 2 часа в день на пульсе 150. Я не знаю, что вы понимаете. Плавание. А? Плавание это прекрасно. 2 часа с пульсом 150. Не-не-не, если честно, я боюсь, что будет не другая проблема. Вот. Что у вас окружится голова. Потому что, представьте, что вы плывете на пульсе 150, какая же скорость, и сколько раз вам придется менять направление в бассейн. Туда-сюда. То есть, если у нас не разворачивается, через каждое мышление сколько человек 50 лет. Да. Вы будете постоянно это делать? 2 часа. То есть, вот сколько наружек туда-сюда. Я не умею участвовать в этом. Нет. Не умею участвовать. Значит, во фронт расстается, что для того, чтобы уровень глюкозы реальный вид, нужно перейти в зону, где глюкоза лучше гацнификает. То есть, вот здесь эффективно, да? На 150 еще. Но долго. Она нужно сделать неэффективной, поэтому быстро. Этого можно давить с двумя путями. Первый путь, это взять что-то ански тяжелое. Ну, такое, что вы не можете поднять больше 10 раз. И этот человек вот это принимает. Переседать со штангой, сжать какие-нибудь тяжелые веса. Ну, что-то, как-то, как-то тяжелые делать. Вот. И у вас, в результате, мышцы очень быстро начнут поглощать глюкозу со старших скорых. Это действительно так. Той. Проблема, опять же, заключается в том, что износ в средней ткани высокий. Вот. И снижение выносливости идет достаточно сильно. Потому что, чем больше ты работаешь с весами, тем хуже ты работаешь с собственным весом. То есть, это тяжелее тебе ходить. Вот. Ты набираешь каждую массу. Она не функциональна в большинстве случаев. Почему? Ты разбираешь мышцы с такими нагрузками, которые в обычной жизни не встречаются. Тоже неприятно. В общем, путем исключений остается что? Изометрический режим. Почему? Изометрический режим позволяет при достаточно небольших нагрузках получить эффект быстрого сжигания глюкозы в мышцах. Более того, это еще значимый для всего остального организма. Потому что он увеличивает содержание молочных экспортей. Лактата, значит, в крови. Он увеличивает вырос самокробного гормона. То есть того самого гормона роста, который лежит. И он увеличивает количество рецепторов. То есть, в принципе, если есть на свете рай, то Краснодарский рай, а если есть упражнения, которые могут предотвратить состояние, это статические половые асаны, либо статические половые асаны. Это идеальный вариант с точки зрения биохимии. Вот. Другой опыт работы с людьми, у которых вот былая химорезистентность, ну, то есть реально зафиксирует, показывает, что даже в рамках одной тренировки она уменьшается. А в рамках регуляции она просто исчезает. То есть ее нет. Мы проводили исследования в рамках оцентра биологического возраста. И они дают те же самые результаты. То есть у нас получается, что человек, у самых острых экспериментов у нас была группа или не занимался пожилым. Вот. И у них биологический возраст, часть группы, был олядом типа на 15-20 лет выше календарных. То есть это люди, которые еще плохо сохраняют. Они занимались два месяца. По два занятия в день. Ну, то есть у них было 16 занятий. Через 16 занятий, у нас был большой, это было минус 19 лет. Биологический возраст. Вот. Это достаточно просто. Это не таноценность. Почему? Те люди, у которых биологический возраст был ниже календарных, у них ничего нет. То есть они не стали молодее, чем ты. Да? Вопрос в том, что, строго говоря, человеку и не надо. То есть, ну, кто последний раз берет все равно глюкозы в крови? Какой был? Честный? Не помню. Нормально. Нормально. Отличный ответ. Вот, блин, ты знаешь, это настолько популярное, в общем-то, значение глюкоза в крови. И от кого не спрашивают, они говорят, нормально. Точно такая же цифра, нормальная. Я просто не знаю, в какой-то системе отсчета, она в этом холестерине. То, что у них есть. Такой? Нормально. Вот. Я себе просто представляю, что это на работе будет устраиваться. Вот. И спросит, а какая зарплата у меня будет? Он скажет, нормально. И как-то я очень сильно дозреваю, что это не устроит вообще такая жена. А сколько как лет? Да? Вот в рублях, в долларах можно есть. Да? Сколько? Да? А вот в ответ нормального он ни от чего. Да? Ну, я могу сказать, что есть биологическая норма концентрации глюкоза в крови. В четыре с половиной или двух лет. Да? Вот если человек стареет нормальным, то есть хорошо стареет, от силы, что-то не нравится. У него 80 лет, больную глюкозу в крови 5,5. То есть практически не... Ну, то есть повысится, но мы должны понимать, что сейчас, например, 5,5 это пограничное значение в эндокринологии нарушения толерантности глюкозы. То есть это в принципе считается еще у вас нормальным человеком. Да? Проблема в том, что он уже там в 30-40 летний возрасте имеет обычно 6-5. Вот. То есть в принципе естественный темпы стареет, они в общем достаточно нормальные. И с такими нормативными глюкозах, холестерина и так далее, которые замушивают у человека, в общем-то процессы старения, они идут очень медленные терапии. То есть реально там 8-10, да? Ну понятно, что тогда, например, может быть такая глюкозная, там будет такая глюкозная глюкозная, да? Там будет не так и пустый голос на голове, да? И что-то еще. Но однозначно речь идет о том, что при адекватных темпах старениях у человека не будет адресклероза, у человека не будет адресклероза, у человека не будет адресклероза, связанного с этим наслаждением. Получая сосудистая глюкоза, которая является главной причиной смерти, и не на 100%, но значительно снизится вероятность соединителя глюкозных темплионов. То есть уже доказываешь, что это удобно связано с техниптом. Значит, соответственно, мы имеем важную составляющую, которая должна быть в процессе тренировки, это изометрическая нагрузка, это плавная дважная и еще какая глюкозная должна состоять, это изометрическая нагрузка. Значит, какой она должна быть в продолжительности? Она должна быть в продолжительности не менее 20 секунд. Она должна быть много-повторная, т.е. на один раз 2 секунды выполнения асаны ни о чем. Т.е. это не тренирует ровный счет ничего. Течь идет о том, что мы в течение занятия должны сделать минимум 5, можно 10 подходом. Нет, если ее время фиксации 20-30 секунд. Соответственно, время может быть увеличено до 1 минуты. Дальше, справа говоря, нет целесообразных. Почему? Если человек может подержать больше минуты, скорее всего, ему надо просто выбрать круглую падежи. Т.е. для него она слишком простая. То есть, я вам скажу, встаньте с кадасаной на стой 5 минуты, выдвинуть, да, уже как, не утомить сильно. И, если я вам скажу, что у вас изменилась там инфулинорезистентность, вы можете плюнуть на улицу. Да, потому что это будет неправда. Если какая-то другая асана, она должна быть достаточно сложна. По сути, мы можем варьировать здесь несколько параметров. время удержания самым асаном, количество подходов в асане, и время отдыха между асанами. Чем короче время отдыха, тем больше будет интенсивность. В идеале эти асаны должны перекрывать самые крупные мышечные группы. Почему? Во-первых, потому что это те мышцы, которые съедают больше всего глюкозы, которые имеют больше своих рецептов. Ну, все-таки будут и видны. Просто не раз. Во-вторых, потому что большие мышечные группы вызывают больше гормонального отпрыг, т.е. у нас выделяется больше гормонов, которые ассоциируются с замедлением старения. Прежде всего, с асанатом 1, у мужчин. И по сути, речь идет о том, что с помощью тренировки мы можем поддерживать что-то определенные гормональные формы. Как минимум, нам продолжили тренировки, а по факту нам продолжили оставшиеся темы. Значит, что необходимо принять его внимание? В большинстве случаев, люди могут иметь проблемы с уставами. Ну, особенно, мы говорим о людях высшего возраста, т.е. у которых 30 лет решили заняться профилактикой, как бы. Вот. А люди, которые уже там 60 лет начинают заниматься. У них часто бывают проблемы, связанные с тем, что какие-то суставы не очень хорошо реагируют на нагрузку. Здесь важно подавить упражнение, которое человек может быть. то есть здесь очень большая реагирует. Значит, состояние сердечно-сосудистой системы. Статические накопности, они отчасти прекрасные, отчасти коварные. Прекрасные, потому что пока мы в них стоим, у нас пульс, давление меняют очень незначительно. Они начинают реально меняться через 2 минут, после того, как мы закончили стоять. И тогда этот всплеск, он не так сильный, как при генерическом воздухе. Вот. Но всё равно он есть. Поэтому нам необходимо интервал отдыха для восстановления. И есть куча всяких дополнительных методов, ну так скажем, которые могут дополнительно ещё привнести разные положительные эффекты. Например, прекрасным эффектом, мы с вами вспоминаем, что третьим расчётом причины смертности это бронхолёгочные заболевания. Да? Прекрасным способом профилактики являются вдыхательные упражнения. Какие? Да? Если честно, то анализ говорит, что любые. Вот. Анализ эффективности разных вдыхательных упражнений говорит, в принципе, любые упражнения, неправильно, хорошие. Да? Я со своей стороны могу сказать, что с точки зрения воздействия не только на дыхательную, но и на сердечно-сосудистую систему, самый хороший эффект дает упражнения с задержкой на отдыхе. То, что мы обычно делали, как анияна панха, то, что мы делали, как амнисару, науэ, то есть то, что в йоге называется почтой манипуляцией. Изменение концентрации углекислого газа в крови очень эффективно влияет на состояние сосудов. Это доказанный факт. Вот. По копнению, то есть вылыванию углекислого газа является неглодоприятным фактором, который приводит к повышению артериального давления и кучу других давлений. Соответственно, весь анализ физических нагрузок говорит о том, что те нагрузки, которые приводят к увеличению времени задержки на выдахе в крови, эти нагрузки оказывают как контрактивный эффект. То есть они замедляют в трене сердечно-сосудистой системы. У нас с вами есть полный дыхатель, который увеличивает жизнь при емкостях в пожилом возрасте и очень актуальные театры. Есть аппараквальное дыхание, которое является частью полного дыхания, которое улучшает движение, ну, кровоснабжение органов в плечной полности, чтобы не имелось никакого вот этих прессивного сочетания. Улучшение материального притока, улучшение генозного антока, лимфаток в том числе, то есть все полное дыхание делаем и диаппараквальное. И, собственно, практика, которая нам может быть интересна, это не единственный вариант выполнения, но, так скажем, тот вариант, который можно попробовать делать людям уже пожилыми. То есть тем, кто помоложе, в принципе, ее надо модифицировать, но пожилым людям. Сейчас попробуем вариант практики, такой, совсем лайтовый, но хороший. То есть будете заниматься хорошими людьми, по подобной программе, вы их сможете добиться хорошим. Вопросы? Да. 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 ... угу и и ... 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 А последние теории были примерно в 80-х годах, то есть в 80-х годах, когда гормоны роста включили синтезирование и стали его активно применять в речной медицине, были вопросы, потому что у них есть несколько физиологических эффектов, которые, ну скажем так, этот зритель, в частности он повышает глюкоз в крови, то есть предполагалось, что он обладает диаметогенным эффектом, и поскольку он стимулирует ростовые процессы, то он как бы так немножко подозревает, что он может стимулировать всякие опыта. Значит, на текущий момент в этих смыслах гормоны роста становится реабилитирован. Во-первых, он повышает уровень глюкозы в крови за счет ее извлечения из депо, то есть из той же речки, где он говорил, цинфиги и брикогена. Вот, то есть это не истинное улучшение глюкозы в крови, то есть этот не поел. Значит, второе, с точки зрения онкологических заболеваний, были исследователи, которые показали, что терапия гормонов роста не приводила к увеличению частоты возникновения. Так что это, в общем, были такие показатели, но они были отвергнуты. Видимо, люди, которые это писали, они в последний раз читали книжки из 85-х. Ну, научную литературу. Да, в 80-х годах активно обсуждалось и потом еще исследовалось. То есть, по-моему, это просто. Вот. Ну и потом, сейчас на самом деле во всем мире те методики, которые реально используют для увеличения продолжительности жизни, а их не так много, да, это калорийное ограниченное питание, вывод зафиксирован, что увеличивает продолжительность жизни, физические нагрузки, прием сахароснеживающего препарата метформинга. Вот. А? Метформинга. Применяемые лечения диабетиков. Вот. Общий вывод, который мы сделали, что у всех этих способов есть один единственный механизм. Они имитируют, по сути, у человека выброс самокотропного гормона. То есть, за счет снижения гормона глюкозы на низкой глюкозе этот гормон начинает выработываться активно. За счет голодания, то есть, когда не выступает глюкоза в течение суток, например, тот же самый эффект. За счет ограничения количества халорий. Вот. В принципе, все, что мы, как или иначе, делаем, что доказано имеет эффект постарения, все действует, ну, как минимум, и через ось сомокотропный гормон, инсулин-подобный фактор роста, и, соответственно, уже мощное питание. Так что это не корректно. Так. Так. Не считает. Не-не-не, я поэтому говорил, что это как-то не самый удачный пример с пульсом. Почему? Потому что пульс может реагировать к другому. Пульс может реагировать на кофе, на страх, на любовь, на что угодно. Здесь пульс используется просто как один из индикаторов интенсивности физической нагрузки. То есть от того, что человек посидит или полежит с пульсом 150, у него глюкоза не истратит, он четко истратится сердцем, что-то не очень удобное, но что-то истратится. В обычной жизни сердце тратит там порядка трех процентов энергии на собственную работу. Чай в два раза быстрее и потратит шесть процентов энергии. Да? Не выдачный. Сердце просто индикатор. Ну, то есть, знаете, как стрелочка. Представьте, что у вас есть стрелочка, которая показывает давление воды в крайне. Да? Вы смотрите, а вода не плечет. Вы берете пальцы к стрелочке, подбегаете. Вода из стороны начнет плечить. Нет. Нет. Да? Вот так и сердце. Из-за того, что мы взяли, как-то испугались, а он стал идти чаще, от этого реализма больше энергии тратить не стало. Ну, то есть, незначительным. Так что не станет? На что? Подозреваю, что это не так? Никак. Прекрасные. 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 Прекрасные гормоны, которые снижают ощущение боли. То есть, в принципе, болит будет что-нибудь меньше. Не-не-не. Это как раз к вопросу о йогах, которые помирали в 40 лет. У нас какие-то прекрасные истории про Матришну, про Эрикананду, которые все были великие импакты и, в общем, как благополучно помирали там 40 с небольшим лет от не самых хороших заболеваний. Поэтому, нет, хард и приказы. Да? Эмоциональный фонд. Я только считаю, что перед тем, как начинать любить Бога, надо тренироваться на любви. Вот. Если с этим все нормально, тогда уже переходить как выше. Ну, потому что как-то сразу так, мне кажется, немножко смело. Да? Потому что ты начал любить Бога, а вдруг Ему не понравится. Так-то, по крайней мере, у тебя есть какая-то выборка. Там одного человека полюбил, он доволен. Другого человека полюбил, он тоже доволен. И ты уже как-то можешь так рассчитывать на что-то. Ну, то есть, по крайней мере, можешь предсказать. А так вот сразу, и не просто перевод. Да. У меня вопрос в том, когда у них есть полгода. Да. Опять-таки, это не последовало? Ну, не совсем, как бы, не совсем точно, опять же, с пульсом нагрузок. В обычной жизни у человека гипартия, гиперкапния, это сопутствующие состояния. То есть, накопление углекислого газа и дефицита кислорода, они очень сильно друг другу запутствуют. То есть, мы начинаем там бежать, например, мышцы выделяют больше кислорода, расходуют, выделяют больше углекислого газа, расходуют больше кислорода. Да? То есть, в обычной жизни это так. Бывают ситуации, когда можно стандартное вот это вот развитие событий немножечко изменить. Да? Как? Мы с вами можем взять, например, задержать дыхание на вывихи. У нас тогда накопление углекислого газа будет идти быстрее. Потому что он перестанет отмываться из крови. И, например, мы с вами возьмем, сделаем гипервентиляцию, да? Продышимся, как любят многие практики йоги. Вот. Куда-то возникнет выбывание углекислого газа, он легко выходит из крови, подпечат кислорода, который и входит, и выходит. Вот. Он очень такой вот, в смысле, такой, очень серьезный раз. То есть, это углекислый, такой винный, это куда-то, всегда, куда захочешь. Вот. Кислород, он как бы зашел, эритроцит отвязался, и, как-то так, больше, чем эритроцитов, вы все равно любите. Да? Впрох не надо, потому что это известно. Вот. Соответственно, мы вымыли углекислый газ, содержали дыхание, и мы можем получить гипоксию без гиперкакнии, без накопления углекислого газа. И, например, мы с вами поедем на эти горы, поднимемся, там, тысячи на четыре метра, да? Кислорода мало, у нас просто возникла гипоксия на фоне нормы кокнии. То есть мы с вами будем там идти пешком, у нас мышцы будут вырабатывать публикистный газ, его будет достаточно, чтобы у нас в крови него было необходимое количество, но при этом мы будем выступать в постоянных целей кислорода. То есть это не одно. Это тоже полезно. Вот. Нос при перестирании средствами йоги, вот так вот взять и достигнуть состояния гипоксии, это из области такой, знаете, смены надежды, плавно переходящей в ненарушную фантастику. Да? Почему? Нормально считается гипоксия, ну, то есть, которая задействует какие-то процессы адаптации, когда уровень культурации гипоксии снижается на 80%. 80% вам надо задержать дыхание на вдохе примерно 2,5 минуты. И делать это не один раз, ну, то есть один раз практически каждый человек, если он же прямо углевается, мы можем задержать одну долгу хотя бы на 2 минуты. Да? Нас касательно денег. Вот. Но вопрос в том, что это состояние надо поддерживать около полчаса, 40 минут, для того, чтобы организм понял, что все серьезное надо там что-то минимум. То есть в любом случае получается, что это не такой простой способ, как принято считать, что мы с вами сделали там, но задержишь, что там 10 секунд, да, и у нас гипоксия пошла. Но это не она, это что-то другое ваше. Вы, например, знаете, в нашем климате где гипоксия? Да? Гипоксия? В большинстве случаев нет. В большинстве случаев нет. Ну вы просто поймите, что гипоксия, ну вот такая хорошая, нормальная, да? Это состояние, когда вы ни о чем, кроме того, что вы сейчас вдохнули, думать не можете. Да? И в этот момент считать там удары эркономы или стоять в какую-то асану, ну, очень проблематично. Ну, как минимум, стоять нейрологу очень проблематично, потому что тебя шагает, и ты все время лучше подышать. Да? Поэтому тоже вряд ли. Я, как и не берусь, рассказать про всех людей, которые занимают эти направления. Есть очень простой способ. Есть прибор под соксиметр, надел на палец, и ради бога. Занимайся, смотри, какая это будет оксигина. Я еще не встречал йогу в своей практике, которыми они занимались бы, то есть типа, там еще что-то делали, у них гипоксия ниже 95 августа. 95, то есть, знаете, вот человек вышел, курю, накоплюзил, и у него 40 минут оксигенация крови 95%. Никакой парнояр не было. А, причем сволочь хорошо связывается с геноглобином, вот, реально, а человек, это мы будем проверяли. 20-30 минут, человек входит на него сакурацию, там, в 95%. То есть, он в реальной гипоксии, но это только гипоксия такая, считается физиологическая, нормальная гипоксия. Нет. Нет. Потому что у него ударный газ, прикурений, след, который геноглобин не дает его связываться с подпуском с кислородом. Он отогнал. Вы знаете, как раньше люди угорают, дома распечатлены отоплением, а это, как вот, маленькая печечка, опять, кальяр. Вот он не уточка так отравился. Вот. Если, конечно, человек соберет, кунет кальяну, так вот, в полчасиках, там, в принципе, может быть и 80% оксигенация. Тогда, точнях уже никто проноемный идет. Поэтому многие люди любят летать в даха, проводить там семинары, заниматься задержками дыхания и прочими такими вещами. То есть, экспериментируется вспомогательно, например. что характеризует, когда люди живы очень в ум. Вот. мало ли проятного. Снова сказать, опять же, один из достаточно простых способов достижения эпоксии, если уж на то пошло, в чем проблема, замираешься там, и ищи на 3 метра, может по 4, ну до 4,5 метра, и там занимаешься пилой. И у тебя будет прям хорошая нормальная гипоксия. Причем, все время, пока ты там будешь, у тебя будет где-то на уровне, там, ну, обычно, если ты на 2 км попадаешь, у тебя оксигенация падает где-то до 90 км. Поэтому на высоте тяжелые. А кто падает, в чем люди, когда они, которые... Живые? Нет, циклонисты, ну это как бы больше по профессии отжаясь йогами, поэтому там, вода исчезает. Вот. На них... А? Ну, на них достаточно удобно проводить эстет, у них хорошая, большая задержка. Вот. Поэтому там видно, на какой секунде у них реально наступает эпоксия. Вот. То есть, в принципе, в большинстве случаев, конечно, это не самая простая история, когда начнут заниматься какими-то там дыхательными упражнениями, литяки, фоксические тренировки, это совершенно другие ощущения или совершенно другая история. А ты понимаете, в принципе, без разницы, как это назовете. Они все хорошие. Я вам сразу скажу, все йоги хорошие, йоги 23 хорошие, апнея хорошие. Там, сразу, назовите мне все, я сразу скажу, хорошее все. Вот. Все хорошее. Да не важно абсолютно, на что вы работаете. Ну, вот. Я вам могу привести простой пример. У вас есть купюры 5 тысяч рублей, и у вас есть купюры там, по 100 рублей 50 штук. Да? И вот, вы приезжаете на парковку, парковка, у нас покупка 100 рублей в час. Не знаю какие-то, что вы покупаете, но где-то наверное есть. Да? 100 рублей в час. И вы можете, в принципе, так и часто, по 100 рублей уплачивать. А можете, сказать, закрыть окно, и перестать обучаться с охраной. Но на выезде, вы все равно свои 5 тысяч заплатите. Да? То есть, вы можете дышать редко, глубоко, можете дышать часто, поверхностно, да в конечном итоге, вот показатель минутного объема вентиляции, то есть, сколько прошло лопуха через легкое за определенное время, в большинственных случаях не будет, значит, у меня. В йоге думаете, что они описывали как налево, что надо сесть, ноги в лотос, да, под деревом бодхи, значит, не есть много белка, и так далее, и тому подобное. Зачем они все это придумали, что они не сказали, встанет первым прогрессом, то есть, в большинстве хранили. Потому что гипоксия отвратительно сочетается с физическими нагрузками. То есть, либо вверх, либо вверх. Поэтому, при шумачаре, в свое время, алиндару, когда мы говорили включение, про наяву, он сказал, сначала за 2 часа, а потом про наяву. Я думаю, отвратительно сочетают. Ну что, гипоксии 80 даже, это скрупно. Да? У большинства людей, у них вот эффект туннельного зрения, то есть, они видят свет на сетаны, вот, их шагает, то есть, большую часть нас, вообще, господи, он не устоит даже. Это новосельство. Вот так. Хорошего, возможно, это чувствовать. А если человек, Да. Вы знаете, говорили, что родственники определенные античные и так? Да. Что для этого существующих подобных и так? Я вам скажу, большая часть существующих доброплений йоги не подходят под это описание. Иначе, я так и написал, что йога не даром стоит в старении. Вот большая часть существующих подходов они для этого не подходят. Почему? Они для других целей и санатаром. и так. Вот то, что мы сейчас выделим. Всё. Не приближу, а специально для этого сделано. Это вопрос не в том, что подавая существующую практику. Вопрос в том, чтобы спроектировать практику под конкретные задачи. А вопрос не в легких. Вопрос в планках. Это вам любой фейдайвер скажет, Что вопрос вообще не легкий. К йоге может быть... Опять у меня есть студенты, которые занимаются дайвингом и депутатом. Они говорят, что у йогов, когда они учатся, нет абсолютно каких-то преимуществ, скорее даже наоборот. То есть приходят люди вообще без подготовки, они задерживают дыхание лучше, чем йоги, которые занимаются дайвингом. И все люди, которых я знаю, которые ходили там достаточно высоко, то есть стоят выше четырех людей, они говорят абсолютно ту же самую историю. Что приходит группа и занимался дайвингом, не занимался дайвингом. В большинстве случаев не играют вообще ни в другом уровне. То есть дайвинг могут благополучить анкорные болезни дайвингом и в рукоточке. А люди, которые никак дайвинг не занимают, а их боксом в детстве кулик уже 20 лет, они могут совершенно живче идти со своим дайвингом. То есть это все-таки вещи не поискающиеся. В жизни немного стойкие, но по финалу это умная реакция доказывает, что вообще не надо продолжить, без задержки не коррелируется. Причем вопрос есть? Нет, есть? Опереди, нет. Да. То есть голодание, по сути, что делает, имитирует в какой-то степени эффект физической нагрузки. То есть мы говорим, что проблема в профиците. Избыльных углеводов и недостаток интенсивных нагрузок. То есть можно выходить в положение по-разному. То есть можно уменьшить количество еды, и тогда организм начнет выбрасывать гордон. А можно интенсивировать расходы, и тогда организм тоже начнет выбрасывать гордон. То есть это как два подхода к одному и тому же месту. Вот вы идете, да? Да. Ее можно обойти слева, можно обойти справа. И там, и там есть свои плюсы, и есть свои минусы. Согласитесь, что, например, от того, что человек голодает, у него суставы не используются, например. От физической нагрузки могут относиться. С другой стороны, когда человек голодает, потеряет и жировую массу, и немножко мышечную, а когда он занимается спортом, только жировую. Да? То есть получается, там есть плюсы, там есть минусы. Идеальный вариант – это сочетание в определенных паркурсах. Это идеальный вариант. Ну что, вы противную, что ли? Да? Значит, смотрите. Часто с нами сделаем что-то. Сначала мы немножко поделываем все виново старше, ничего сложного. Бросьте, перезателивайте. Что будет дальше? Значит, сколько мы никогда...